О войне языком кинематографа. Проект фильма о войне Чувашкино и Театр юного зрителя запустили еще в апреле. Два раза в неделю в театре организованно смотрят и обсуждают киноленты. По вторникам и средам в 10 утра и в 2 часа дня. Зал Сейспеля заполняется для просмотра военных фильмов. Зрители, школьники и студенты. До того, как погаснет свет, они вспоминают ключевые события Великой Отечественной, а после рассказывают о героях своих семей. Мой прадедушка Егоров Самуил Емельянович первые годы войны пошел добровольцем на войну и во время сражения попал в плен. В плену он пробыл недолго. Он со своим другом разработал план и они сбежали. После этого он обратно вернулся в ряды солдат, сражался и после окончания войны вернулся в нашу деревню. И продолжил работать в колхозе. Настоящие жизненные ситуации воссоздаются во всех кинолентах, подготовленных к просмотру. Это определено жанрами военной драмы и военно-исторического фильма. Чувашкино пока не снимает фильмы о Великой Отечественной войне. Но я думаю, это вопрос времени. Надеюсь, что чувашские режиссеры тоже будут снимать фильмы о Великой Отечественной войне. Но у нас сейчас в этом кинопроекте представлены современные российские фильмы. Это, например, «Солдатик», «Несокрушимый». В кинотеку входят художественные ленты «Собибор», решение о ликвидации. Сегодня на экране фильм режиссера Алексея Козлова «Спасти Ленинград». Кинопоказы продлятся до конца мая. Ирина Волкова, Алина Сусметова, Андрей Шоклев, Республика.